Музыка Всем привет! Пришла с работы. Сейчас буду готовить, кушать опять. Слушайте, у меня эта еда, она вообще просто нескончаемым потоком. Все время готовлю, готовлю, готовлю. Но прежде чем готовить, у нас, видите, уже сумерки, уже так садятся, солнышко уже садится. И я сейчас сначала полью свои цветочки. У меня цветочки, их же надо поливать, а то они у меня сдохнут. Тем более я их совсем недавно посадила. То есть как раз после переезда, наверное, через неделю они у меня... Еще, кстати, не все, а сейчас вам покажу, Еще не все даже цветочки у меня рассажены. Некоторые вот просто в горшках. Как я их выкопала с того дома, так они у меня в горшках и стоят. Тоже целую неделю надо ждать, потому что сегодня понедельник. И я что-то решила начать снимать вечером видео. Я не знаю почему, но вот так захотелось. Бывает, знаете. Моя веронерочка цветет красиво. Мой желтенький. Я его тут поливаю усилен. Он так начал, такой благодарный. У него такие веточки появились, много-много цветочков. Был... Если вы прокрутите видео первое, да, смотрите, сколько уже цветочков. И там, и там, вот, и тут, везде. Абсолютно же он был вообще голый, босый, как говорится. Бедный, несчастный. А то, смотрите, сколько. Вот что значит, знаете, как... Ой, сейчас я вам покажу. Ухаживаешь, знаете, всем нужна любовь, правильно? И людям, и растениям, всем. Я не помню, я вам показывала вот эти. Я же тоже посадила, которые привезла. Эти вот мои лилии оранжевые, помните? Ой, это, кстати, я вам не показывала, показывала, не помню. Вот эту я посадила, вот она. Это орхидея земляная, которая фиолетовая. Помните, я вам когда-то говорила, давно-давно, что я ее очень хочу. Я забыла, как она называется. Ирочка из Доминика. Но если ты меня смотришь, она у тебя есть. Как эта орхидейка фиолетовая? Ты мне говорила, как она называется. Я забыла. В общем, красивая. Да, это тоже лилии. Эти мои орхидеи, вторые желтые, помните, которые были? Но они у меня все сухие вообще. Вы посмотрите, как они плохо бедные перенесли. Но я пока ничего не делаю, не обрезаю ничего, потому что я хочу подождать, чтобы они оклемались. Ну и тут мое еще алоэ, да, на углу. Так, дальше здесь мои цветочки. А вот эти вот, тещин язык, вот он также, видите, все у меня стоит. Там земли нету в горшках. Это я как выкопала. Вот оно все там. Ой, в общем, не знаю, когда я займусь этим сел. Хотя я вот тут кое-что уже сделала. Ну ладно, сейчас я буду поливать. Не буду уже занимать ваше время со своими цветочками, блин. Правильно? Цветочки я полила. Видите, чем Энсу занимается у меня здесь? Мы купили барбекю. Большое такое вот. И Энсу пытается его сложить. У нас тут еще, видите, ничего не оборудовано. Еще тут бардак. Собаки вот хотят помочь. Пришли, свой нос уют. Говорят, папа, дай нам быстренько что-то сделать. Закрутить болтики какие-то. Ой, в общем, огромное барбекю. Не знаю, но мы хотим и дома. Но видите, тут у меня еще ничего. Голые стены. Все, пустота. Но еще тоже красить вот здесь надо немножко. Сейчас темно уже не видно. В принципе, да. Но даже, я говорю, если какую-то не белишку, шторки, так особо видно уже не будет. Ну, вы видите, как у нас, пока я с вами полила цветочки, буквально прошло, ну, 5 минут. И смотрите, какая темень. То есть у нас темнеет просто насчет раз. Все, уже темнота, друг молодежи. Вы видите, что творится? Сегодня завязываю. Я не знаю, какой это у меня будет блок. Короткий, длинный. Я не знаю, что я завтра буду делать. Ну, смотрите, как потемнело. 2 минут, 5 минут. Я полила даже не все. Я сюда даже не заходила. Я полила только вот эти, то, что я вам показала, что сухие. И все. Две минуты мне заняло. Ну, и смотрите, как стемнело быстро. Пока я отключаюсь. Ну, до завтра тогда. Встретимся с вами завтра. Доброе утро. У нас сегодня солнечно. Так хорошо. Вчера Энсу собирал барбекю. Но так и не собрал. Сейчас покажу вам, на каком этапе он остановился. Ну, вот так выглядит это сейчас. В общем, ну, первую часть сложила. Еще вторую часть. Ну, знаете, как поздно вечером приходишь, уже тяжело. Ладно, я собираюсь на работу, убегаю. Ну, что-нибудь сегодня еще вам расскажу, покажу. Так что я вышла на работу. Ничего не меняется. Все то же самое. Немножко просто иду с другой стороны. Посмотрим. Я сегодня хотела вам записать небольшое видео с работы. Если будет время, обязательно запишу. Так, вчера я не снимала. Но сейчас вам покажу сегодня. Вот, собрали мы этот наш гриль. Слава Богу. В общем, здесь регулируется высота. Здесь есть поддон. То есть не будет прогорать. Это очень хорошо. Это даже можно коптить. Ну, то есть сюда кладешь. Здесь уголь, и она коптится. Что здесь? Ой, сейчас покажу. Здесь есть термометр. В общем, вот такая вот марка. Труба. Полуголая энсу уже с бутылкой, с ножом. Энсу и кучи. Вот. Так. Ой. В общем, видите, вот такой красотень. Знаете, что он пьет? Вот такой вот смирнов. Как это называется? С чем? С виш... С малиной. С малиной, да. С малиной. Мой цветочек. Ребята, вообще хотела вам сказать, что, знаете, я вот цветы здесь эти посадила же. Помните? Они прямо благодарны. Они стали... Как вам сказать? Вот поближе покажу. Они прямо стали расти. Так, знаете, вот. Прямо ожили. То есть им это место тоже нравится. Не только мне нравится. И эти тоже. Они были, я же их вообще совсем обрезала. Они сейчас видно. Видите, еще листики такие есть плохие. Но они уже, уже и вот тот горшочек выпускают. Эти тоже цветочки. Я их еще не обрезала. Но буду на выходные этим заниматься. Некогда мне. Вот. Ну, то есть все цветы, вы понимаете, они все прямо поднялись. Вот они стали такие зеленые. Пышные. Такие большие. Моя эта китайская... Ой, китайская роза, говорю. Это тверанера моя, да? Смотрите, какая она. Она шикарная. Она там так у меня не цвела в том месте. Значит, тоже ей тут нравится. Этот я стала поливать каждый день. Там все обхаживаю. Там убираю, как всегда здесь. Знаете, все почищаю. Тоже благодарный. Вон столько цветов. Он был вообще бедный и прибедный. Этот тоже так ничего вроде бы. Ну, тоже, да? Вот уже новенькие листики начали расти. Как-то вот ожили, ожили цветочки, ожили. То есть нравится им это место. Ну, этот-то вообще всю жизнь тут стоял, если вы помните, да? Он на свое место вернулся. И он, наверное, тоже рад радешенек. Наконец-то я дома. Ну, вот так покажу, что мы будем делать. Мы сейчас будем делать на этом барбекю томахок. Я буду пить вино. Сейчас уже сумерки, уже видите, как небо, только серенькое. Все темнеет, уже сегодня снимать не буду. Только покажу наш томахок, как будем жарить. Вот мясочка наша вкусненькая. Ну, и на этом закрою бложек. Завтра, послезавтра продолжу. Слушайте, у меня прямо получается недельный. Хотя я не собиралась снимать недельный блог, то такой будет недельный домашний блог. А то у меня вечно недельный рабочий, а тот будет недельный домашний. Ну вот, так что все. Теперь мы будем делать это барбекю, пробовать. Обмывая сейчас будем. В общем, посмотрим, как работает. Моё уже даже жарится, потому что мальчики будут полусырое. А я полусырое не люблю. Я люблю жареное. Вот такой вот томахок готовим. Рис греется уже. Ну, в общем, будем сегодня лопать мясо на ночь. Представляете? Ну, обалдеть. Но ещё, видите, ещё не совсем у нас темно. Ещё где-то 6, наверное, часов. 6 и не знаю сколько. Ой, тут я даже смотрю, моя это начала. Вот я даже не помнила, какого она цвета. Видите, какая интересная цвет. Такой лососёвый, что ли. Посмотрим, будет, когда уже первые цветочки появились. Бедненькая. Ну, оклемалась, оклемалась. О, мой вкусман какой. Вообще, я такой даже не съемная на целиком, если честно. А эти вообще по килограмму. Я даже не знаю, как только вообще реально. Он может 3, сказал, съесть целых. И ещё с рисом и с фрихолем, с рисом и бобы. Как эти? Фасоль, вот, из фасоли. Обалдеть. Ребят, не знаю, уже темно. Тут темнота друг молодёжи. Но вот такие вот у нас куски мяса на тарелку не вмещаются. Ужас. Всё, всем приятного аппетита. До завтра. Всем доброе утро. У нас 7 часов 30 минут. Вчера мы полопали, хорошо я вам показывала. Сейчас я иду к Альдо в прихмахерскую. Я хочу, мне надо красить волосы. Но прежде чем красить, мне надо сделать кератин или ботокс. Не знаю, что-то привести волосы в порядок. И я поговорила с Альдо. Он говорит, ну что лучше, ли покрасить потом ботокс или там кератин. Или сначала. Он говорит, нет, сначала лучше привести волосы в порядок, потом будем красить. Ну, короче говоря, сегодня у меня такой день. Иду. Вы знаете, что я не очень люблю. Это сидеть, блин, 2 часа. Но, слава богу, ни 5, ни 6. Это уже радует. Не знаю, буду ли я вам что-то показывать. Но посмотрю по настроению. Вот. В общем, сегодня я немножко хочу привести голову в порядок. Потому что уже, ну, невозможно. Уже такая башка. Я редко, знаете, я не любитель большой. Поэтому я уже иду, когда, ну всё, когда уже вот нельзя больше тянуть. Вот такая я, да? Другие женщины ходят в парикмахерскую, расслабляются. А я, блин, как на каторгу. Ну, зато потом красавишна опять на несколько месяцев. Всё, девочки, пока отключаюсь. Ну, вот я уже около салона. И его нету, моего Альду. Распал. Подожду немножко. Сейчас напишу ему сообщение. Может быть, он забыл. Ну, навряд ли. Я-то девушка такая ответственная, сказанная во столько-то. Я во столько-то прихожу. А некоторые уже, знаете, как чисто панамский вариант. Ну, примерно в это время, да? А это время может растянуться на чёрте какое. Ну, что я красавишно сижу. Вот меня уже всё накеротинили. В общем, сижу. Красотка такая. Альду там принимает. Вот уже люди первые клиенты пришли. Ну, в общем, привет. Красота. Могучая сила. Кофе попиваю. В общем, всё как всегда. Девочке осталось 15 минут сидеть. И я свободна. Ребят, ну всё, вот сделала. Ой, волосы, кератин. Блин, представляете, 4 часа. Ну, как я могу выдержать 4 часа, если ещё и красить? Ну, всё, теперь покраску ещё пережить. Это дело надо. И будет нам счастье. Иду на работу. А что делать? Хотела сегодня дома, но так долго задержалась. Прикмахерская с 8 до 12. Ребят, ну, это очень долго. Но ничего. Красота требует жир. Пока. До связи. Девочки, смотрите, как у нас, как всегда, цветёт. Наши цветочки. Знаете, сейчас покажу вам, какая длина волос у меня. Я никогда, кстати, не показывала. Ну, вот надо стричь, но покажу хотя бы сейчас вам. Девчонки, воскресенье. Всё, я закрываю блок. Недельный. Домашний получился. Но прежде чем закрыть, я вам хочу показать, что я купила ещё. Я немножко зашла в магазин, когда покупала продукты. И зашла на второй этаж у нас там, ну, как одежда. Посмотрела. Я же, ну, как я говорю, покупаю редко. Но с последних покупок, это после отпуска. Вернее, я купила, по-моему, до отпуска. Или сразу после отпуска. Прошло уже 4-5 месяцев. А здесь всё-таки очень быстро всё снашивается. Поэтому, нет, меньше прошло. Я вру, где-то месяца 3. Не помню уже. Ну, я увидела за хорошую цену и прикупила пару штучек. Сейчас я вам покажу, что купила-то. Показываю. Решила вот так вот, прямо на столе, на маленьком, на улице показать. В общем, купила вот такую маечку. Она такая эластик, синтетика, конечно. Сзади вот такая спинка. Как, наверное, вам вот так удобнее показать, да? Чтобы было видно, я не понимаю, как. Ну, вот, вы видите, вот такая спинка. И цена, девочки, цена какая-то была смешная. А, ну вот, доллар 99. Ну, что ж не купить за доллар 99, правильно? Расцветочка такая спокойненькая. У меня шортики эти в горошек бежевенькие, помните? Вот как раз очень хорошо под эти шортики. Такая же маечка, только другого качества. Это уже хлопок с ликрой. Точно, точно, точно такая же спинка. Размеры, кстати, XL я беру. Здесь вообще, здесь такие все маломерки. И цена, сколько тут? Это 2,99. Ну, та синтетическая, доллар 99. Но это качество, которое синтетика здесь, это синтетика носибельная. Она не такая, что прям. И вот такие взяла льняные шортики, ребят. Смотрите. Тоже такие приличные в горошек. Ну, здесь как будто бы такая фальшивая, как это, молния. Кармашки. Все такое отстрочено. Двойная строчечка на резиночке. Задница такая. Бермудики вроде. Видите, здесь так немножко повыше сделала. Ну, вроде так неплохо, да? Неплохо. Ну, вот такие вот покупочки. А, сколько цена? Давайте сейчас я посмотрю цену. Ага, цена была льняные 6,99. Но это чистый лен, ребят. Это без эластана, без ничего. Просто чистый, чистый такой лен. Они, ну, такой полупрозрачный. Они были разных, эти шорты были разных цветов. Но я взяла такой серенький, потому что там и зеленый, и красный, и розовый. Каких только там не было. Но я взяла такие поспокойнее цвета, чтобы можно было, знаете, с любой майкой одевать. Вот. Хотя тут можно действительно и белую, и... Да, любую. Можно было, знаете, за 6 долларов можно было всех цветов радуги взять и носить, сколько влезет. Да, тем более здесь это очень-очень носибельно. Ну вот, девочки мои любимые, мальчики мои хорошие. Татоши. Все. Я закрываю блог. Буду отдыхать сейчас. Кушать. Не знаю, посмотрю, может быть, фильм, может быть, повышеваю. Потому что сегодня воскресенье. Обычно я воскресные же блоги снимаю. Сегодня воскресенье. Я решила на воскресенье закрыть этот блог. Ну, пока его смонтирую, пока отредактирую. То есть у вас еще там будут видео, которые можно будет посмотреть. Ну, и на втором канале. Кстати, проходите на Дзен. Канал я открыла на Дзене тоже. Ну, это как запасной вариант, запасной аэродром, как говорится. Подписывайтесь, пишите там. Потому что я ничего там вообще не понимаю. Не могу найти никого. То ли я в профиль захожу, то ли я в студию. Вообще я не понимаю там в Дзене. Мне надо разбираться. Но я пока туда как-то сообразила. В общем, я закачиваю просто туда сейчас видео. С Ютуба какие-то. Но будут еще другие видео, которых нету на Ютубе. Потому что у меня есть кое-что, которое я не выставляла. И прошло уже время. И я вот думаю выставлять, не выставлять. А теперь подумала, что я сделаю, может быть, их на Дзене. Чтобы вам было интереснее. Чтобы было интересно и туда заходить иногда. И просматривать что-то там. Какие-то другие видео. Правильно? И с путешествий тоже. И, может быть, какие-то о природе, о погоде. Ну, в общем, посмотрим, ребятки. Так что заходите, подписывайтесь. Пишите комментарии там. Чтобы я вас нашла тоже. То есть тот, кто мне напишет комментарий. Я сразу на него же зайду. И сразу подпишусь и напишу. Ой, я тут. Потому что мне тяжело найти. Я не соображаю там пока. И времени нету сесть разобраться как следует. Но ничего. Я разберусь потом. Пока все равно Ютуб это основная моя площадка. С нее я никуда уходить не собираюсь. И не буду. Дзен я открыла только лишь из-за того, что если вдруг заблокируют, то я не хочу вас потерять. Поэтому я, конечно, с огромным удовольствием буду ждать вас и на Дзене. Заходите, поддержите меня. Мне будет приятно. На всякий случай. Знаете как? Чем черт не шутит? А то вот так что случится. Я потом... Кстати, канал также называется. Жизнь Панами, Караколь Лайф Питивай. Караколь Лайф Питивай. Жизнь Панами. Жизнь Панами второй половиночкой идет у меня. Потому что почему-то сначала мне не дало поставить. Ну, в общем, это сложность. Я в технике очень далека. Все. Всем спасибо за внимание. Спасибо, что вы со мной. И, как всегда, кому понравилось, ставьте пальчики вверх. Пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал. И подписывайтесь на канал в Дзене. И всем пока-пока. Чао. Субтитры сделал DimaTorzok